Общественная палата Одинцовского района 2-го созыва начала свою работу 12 июля 2014 года. Подведение итогов за первый год ее работы – важный этап для всех членов палаты. Только после анализа решенных и нерешенных проблем можно двигаться дальше. Больше всего жители волнуют это вопросы ЖКХ и строительства. Их просто шквал и в процентном соотношении мы смотрим, по сравнению даже с полгода, их становится все больше и больше по отношению к другим вопросам. Пресс-конференция собрала представителей основных средств массовой информации Одинцовского района. Журналисты из газет «Одинцовская неделя» и «Новые рубежи», интернет-портала «Одинцовая инфа», телеканала «Одинцова» и других. После отчетной презентации журналисты смогли напрямую задать вопросы общественникам. Много в планах перспективных направлений работы, но все равно всегда есть наиболее актуальные, требующие повышенного внимания. На ваш взгляд, какие из них являются первоочередными в новом году? В первую очередь все-таки социальные вопросы у нас на повестке дня. Вопрос социальный, вопросы ЖКХ. Нужно, чтобы людям в нашем районе жилось немножечко чуть более свободно, скажем так. С точечной застройкой у нас, вы знаете, постоянно проходят круглые столы, пытаемся что-то решить так, чтобы две стороны, скажем так, устроило, вот это как бы компромисс, чтобы пришли к компромиссу две стороны недовольные. Бывает всегда же, понимаете, довольные и недовольные. Вот стараемся эти вопросы решить. В процессе решения остаются проблемы ветхого жилья в поселке Гарь-Покровская, Дубки и в бывших военных городках. Всего за год работы общественной палате поступило 518 обращений от жителей района. Кстати, 24 из них были приняты через прямой эфир программы «Разберемся» на канале ОТВ. Только в Одинцовском районе общественникам можно задать вопрос в прямом эфире местной телекомпании. Налаженная обратная связь – вот основной секрет успешной работы общественной палаты. Такой механизм взаимодействия с населением общественники собираются использовать и совершенствовать в дальнейшем. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.